В Твери на пересечении улиц 2-й Силикатной и Академика Туполева в Заволжском районе города установлен новый светофор. Инициатором этого стало региональное отделение Общероссийского народного фронта. Как работает светофорный объект, а также почему для его установки выбран именно этот участок, узнал наш корреспондент. Инициативу установить светофорный объект на пересечении улиц 2-й Силикатной и Академика Туполева возникло у активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта летом этого года. Поводом послужила достаточно сложная ситуация с аварийностью на этом участке. Так, за несколько летних недель на перекрестке случилось сразу два дорожно-транспортных происшествия с летальным исходом. Дабы исправить печальную статистику, представители ОНФ обратились в ГИБДД и администрацию Твери с просьбой установить на проблемном перекрестке светофор. Городские власти идею общественников поддержали. Есть официальный ответ от администрации города Твери. Они согласились с нашими доводами и жалобами от жителей. Планируется, что до конца 2020 года... Спустя два с половиной месяца новый светофорный объект наконец появился на проблемном участке. Из-за большой интенсивности движения здесь было принято решение установить светофор с вызывной фазой для движения пешеходов. Теперь, чтобы безопасно перейти дорогу, человеку достаточно нажать на специальную кнопку. Дождаться красного сигнала у автомобилей, зеленого у себя и перебраться на другую сторону. Что касается местных жителей, то, по их мнению, установка нового светофорного объекта на этом участке была действительно необходима. Аварийность здесь отныне должна снизиться, уверены горожане. Далеко до остановки народ бегает по дороге. А как же? Можешь сдавить. Поэтому правильно сделано. Впрочем, если для пешеходов участок и стал более безопасным, то для водителей передвижение в районе пересечения второй силикатной и академика Туполева по-прежнему представляет собой сложный квест. Так, в среду 11 ноября возле дома номер 37 произошло очередное ДТП. Как сообщает портал Панорама-Про, одна иномарка при повороте налево не уступила дорогу другой. В результате аварии пострадал один из водителей и пассажир шести лет. Так что говорить о том, что ситуация с аварийностью на этом участке изменилась кардинально, пока рано.